Также Константин Косачев встретился со студентами Чувашского педагогического университета. Что ждет нашу страну и мир в будущем? Как и когда разрешится конфликт на Украине? На встрече обсудили темы, которые сейчас у всех на устах. Еще три дня назад Константин Косачев отвечал на вопросы Владимира Познера. А сегодня о международной политической обстановке и новых вызовах, с которыми столкнулась Россия, он говорил со студентами ЧГПУ. В 90-м году в США была принята очередная версия доктрины или стратегии национальной безопасности. Это основополагающий документ, который описывает амбиции американские, их видение того, как должен развиваться мир. И вот тогда, в 90-м году, американцы впервые официально в этом документе написали, что целью их политики должно быть недопущение появления в мире еще одного государства-лидера. Говорили о том, почему на Украине стал возможен такой сценарий развития событий. О Крыме, который уже год в составе Российской Федерации. У нас у всех все эти годы душа болела за Крым. Мы знаем нашу историю, мы понимаем, что там живут русские люди. Каждый раз, когда возникал вопрос Крыма в отношениях между Россией и Украиной, скажем, пребывание флота, статус русского языка, дея, работа там, школ, другие вопросы, Мы с изумлением смотрели, какие ошибки последовательно совершает украинское руководство, кто бы во власти не находился. Они не смогли сохранить Крым, который, еще раз повторю, достался Украине совершенно несправедливо. Пока Запад навязывает всем ценности общества потребления, Россия становится новым идеологическим лидером. Все больше людей из разных государств воспринимают нашу страну как последний форпост, который не дает миру скатиться в пропасть, считает Константин Косачев. Однако важно, чтобы туда в кризисные годы не угодила и наша экономика. Так разговор зашел о Чувашии. А с декабря 2014 года вы представляете Чувашскую республику в Совете Федерации. Как вы оцениваете перспективы развития нашего региона? Главной стратегической целью для всей нашей страны должна быть ситуация, когда каждый из российских регионов, вне зависимости от доступа к природным ресурсам, часового или географического пояса, обретет свою самодостаточность. Когда каждый будет жить своим собственным трудом, своим собственным умом и рассчитывать на свои собственные силы. Чувашская республика на правильном пути в этом смысле. Я очень внимательно слежу за таким показателем, как доля собственных доходов в республиканском бюджете. И она постоянно прирастает. А это значит, что здесь правильно понимают задачи, которые стоят перед республикой, которые стоят перед людьми. И это уже, конечно же, заслуга руководства республики, равно как и всех жителей Чувашии. Представитель поискового отряда «Память» поинтересовался, что может сделать государство, чтобы выпускники педагогических вузов, в частности будущие преподаватели истории, шли работать в школу. Ведь незнание истории и искажение фактов – одна из причин, по которой люди вышли на Майдан. Сенатор отметил, для того, чтобы сделать зарплату действительно привлекательной, ресурсов у государства пока не хватает. Однако, если не вложить сейчас, можно получить потерянное поколение через 10-20 лет. Так что над этим вопросом будут работать. Кстати, нередко потерянным поколением называют и нынешнюю молодежь. После общения со студентами Константин Косачев отметил, с этим категорически не согласен. Это другое поколение, и оно живет в другое время. Другие вызовы. Но на самом деле вызовы более серьезные, и от молодежи зависит гораздо больше, чем, скажем, от молодежи моего поколения. Нравится это мне или не нравится. Я сегодня в педуниверситете увидел людей совершенно точно с горящими глазами. Людей очень патриотично настроенных. Мы абсолютно точно справимся с любыми вызовами. Мы очень сильная нация. Мы очень сильный народ. Мы самодостаточная страна. И самое главное, в реализации наших национальных интересов мы никогда не забываем о том, что существуют другие национальные интересы, и что мир нужно выстраивать на принципах справедливости, на принципах равенства, на принципах уважения друг к другу. Это то, что выделяет и отличает Россию от многих других государств мира, которые сейчас претендуют на роль мировых лидеров, но которые в этих своих претензиях совершенно точно провалятся, потому что они так и не научились свои собственные национальные интересы сочетать с интересами коллективными, с интересами глобальными. И вот мы этому научились, и мы эту свою правду, это свое понимание никому не отдадим.